Кто у вас организовывает концерты? Трансы и афроамериканцы. Какие вот сумасшедшие вещи происходили на концертах? Дилда вот такой короче. Я надеюсь секса не будет? Ебать, вас надо закрыть. Кто стоит ожидать от Slap So Long в двадцать пятом году? Просто вибратор вагус. Мне тоже нравится. Если на ваш концерт приедут менты, ваша реакция? Обдолбаться, обоссать сцену. Все будем заверяться туда и устраивать орган. Принимается. Почему вы выбрали именно металкон? Альтушки с третьим размером? Они просто друг друга хуярят. Там человек летит, там лифчик летит. На бассейн с полными шлюхами или мужиками. Бля, второй варен заебись. Меня будут пытать и насиловать. Следующее интервью выйдет не скоро. Я сделаю все, я сделаю все. Пришел я брать интервью Slap So Long. Меня привели в это место. И знаете, вот чувствую какую-то демоническую силу здесь. Что-то здесь явно не чисто. Посмотрим, что дальше у них здесь. Нихуя себе. Взгляни на это. Картинки. Здесь пентаграмм не хватает. Как здесь все обустроено. Вот это у них лежбище, да? Или... На, здесь лежать нельзя. Жаль. Я чувствую какую-то демоническую силу. И слышу барабаны. Это где-то на... Это где-то здесь. Ебать! Интервью со Slap So Long. Мы начинаем. Неформат на экране. Я в заложниках. Мое имя вы давно пытаетесь забыть, но хуй я вам дам. Меня зовут Уржан. Я бессменный ведущий неформата. Ну, по крайней мере, пока я есть в городе. Со мной рядом группа Slap So Long. Пацаны, представьтесь. Охуительные имена. Я Антон. Вокалист. Основатель группы. Я Данял. Барабанщик. Я РГН. Я БАСИСТ. Меня зовут Валера, а я здесь гитарист. Пониоль. очень приятно как настроение как вы познакомились вообще в целом при каких обстоятельствах в разных сомнительных скандальных вместе кто первым из участников группу друг с другом познакомился мы с валерой с антоном в каком году 19 18 19 19 мы до этого организовали другой проект изначально и после все это переросло в этот проект и год назад короче присоединился вот даня и арген больше чем год назад что еще в двадцать втором с вами играл но это в дайм как группа вы уже сколько существует уже год как слайд целого я же говорю набирающий популярность кто у вас организовывает концерты какие-то может советы для новичков есть которые тоже хотят свой первый концерт организовать собрать группу и дать джазу на сцене ну главное желание остальное даме со мной сама будет продвигаться дальше кто вас организовывает концерты вы мы вы он 12 октября у вас концерт прошел вот расскажите они впечатления ну концерт проходил в рамках конкуренции с разными коллективами которые играли в тот же день вечер проходила еще бала балама фест по моему ну и еще в бараж все ушли ну и соответственно пришли те которые были лояльны к нам очень забавно конечно было бы больше людей но самое забавное вот пришли люди люди к те которые мы ждали но есть разочарование в том что некоторые не пришли а мы пока что только пока что только карандашиком записали в свой список пидорасов на тетрадь пидорасов всех кого записали того выебут через 40 секунд вот такими большими дрынами мы что-то отклонимся какие вот вот сумасшедшие вещи происходили на концертах но я при этом играл на наших или на которых вообще каждого один из в общем на наши ну или в принципе на которых вы играли короче в любом где ты был я я помню короче я ебанул лесгинку 12 прям на танцполе потом я помню еще но это давно было когда я забыл как как группа тима барбачка которого называется забыть вот я брал блять свою чайную и чисто блять со сцены им подыгрывал блять вот и ну блять такого не помню ну помню я короче еще у заразы когда они играли со сцены прям спиздил у них свой вентилятор на автобусе блять теперь в некоторых кругах меня зовут не даниал а карлусом блять вот вентилятор это тоже мальчиков вентилятор это мощно но тут резвым выступать вообще от битвы могу все поэтому его все мы заметили что вы уже второй раз выступаете вместе с the space то есть как бы в одном на одном концерте как вы относитесь к ребятам из этой группы стоит ли ожидать коллаборацию может быть фит относимся очень хорошо фит конечно ожидать со временем все будет без пешки готово когда пишет все будем собираться туда и устраивать орги в общем будем ждать коллаборацию с the space обязательно я надеюсь секса не будет когда будет мужского вот плавно the space к другим группам вот как вы относитесь к друг другим принципе группам волосы например я отношусь к велосипед я там тоже барабанщик вот нативная реклама вот ну к остальным типа молодцы я про них ничего сказать не могу честно вот не слежу за сценой она волосы подписывайтесь реклама по первым у любого поэта есть муза у любых прок групп или металл групп есть любимый металл группы какие у вас любимые группы за корея ну на самом деле я питал последнее время не слушал но если из металл групп то скорее всего либо kill switch engage либо либо система давно вот остальные катаклизм катал декапитейшн да инкетус но на стелс инквизишен то есть широкий спектр групп прям любимые это вот наверное первые четыре а вы получается по 2 по 3 а еще периферии ты сырак ну если из металла то это наверное пантера для москва ты хоть раз образе авангард а вот насчет концертов и групп с какими группами в алмате которые или в принципе во всем мире вы бы хотели сыграть на возможных концертах или гипотетических бездонального угнетения первую очередь это игру эта группа а и где на глаз надо местные или вообще вообще в целом бездонального внесения это новосибирске челы которые делают по металл не иронично может у них тоже интервью возьмем в новосибирске я хотела его на жопу морозить почему вы выбрали именно металлкор так нужно было так суждено таков план божий да проснулся и мысль надо играть металлкор а с кем играть вот с этими ребятами а с другими ну не варят то есть положил зуб под подушку на утро просыпаешься там хуяк электрогитары вот так вот так металлкор приходит нет как металлкор приходит там между гитарой дилда вот такой короче лежит и ты понимаешь а значит металлкор кто у вас отвечает за написание песен в группе придумыванию песен это вот валера запись песен это пишет у нас звукач алмаз и вот дальше все пишется и по сценарию пойдет так закоряюсь закоряюсь так говорит она что к интересному как будто бы он знаешь как бы я на проповеди у проповедника сижу сейчас не хочет нам у вас недавно сингл сингл вышел насколько я помню у вас недавно вышел сингл можете про него что-нибудь рассказать да это первый сингл у нас у нас вышел и бывали моменты что был были травы с текстом и в каком-то моменте меня осенило когда я посмотрел сериал и фильм зловещие мертвецы наверное кто-то видел и оттуда как раз и образовался текст и там как раз и поется о том что про демона который вселяется в человека и после этого там творится некая дичь там ну в целом это просто надо слушать и смотреть фильм и сериал чтобы в это погрузиться то есть вы сериал пересказали свои песни и сериал и возможно даже жизненные ситуации не моего кто стоит ожидать от слэп салонг в двадцать пятом году много всего конкретные конкретнее знаешь есть такой посылается если скажу что что случится это не случится это не пословица ну типа типа это не спасла короче что-то будет но конкретно не можем обещать но будет что-то будет но если я об этом узнаю не будет да это не случится будет шрёдингер да там знаешь вселенной скажет и бать вас надо закрыть будут ли песни на казахском языке возможно я думал взять металлкор на казахском я бы послушал забавно забавно ну наверное короче будет какой-то коллаб мощный так вот вопрос барабанщику отвечу отвечай валу жопу играть 32 17 секунд или просто вибратор на бочку просто вибратор ванус то есть тебе настолько не нравится играть 32 нет мне настолько нравится вибратор ванус все в тикток ушел это попадет пусть пусть цифровой след дали вопрос к вокалисту трезвый на сцене или бухой как чинов еще хуже обдолбаться хуже это еще трезвее или еще бухи обдолбаться обоссать сцену и просто когда будешь просыпаться проклинать себя а про про сцену что ладно а про про сцену то проблевать сцену а проблевать сцену обоссать цену ты не про вторник обычно говорю не я в целом вопрос басисту заряженный активный бас или же пиздатый разливной квас пидарас пидарас тяжело на пидарас признаю ну ты уверен что не квас на вас похуй мне вообще мне тем более влево пидарас все-таки пидарас блять тому блять вибратор ванал нахуй тебе пидарас блять это металлкор брат это металлкор мы все говорим ладно вопрос гитаристу хусник песни в квадрате или же песни в ебучем квадрате сферический квадрат в вакууме без да я я выделюсь что за сферический квадрат но это квадрат квадрат в сфере да сфера окружность она там квадрат а там в анусе квадрат да мы вот вывели нахуй интервью вообще в другое русло но мне заебись вообще им заебись мне заебись мне не хватает от бутылки водки нахуй здесь сидеть а куда хуярил хуй его страны знает парить и параллельно какие-то учетал габлачом тогда тем лишь габлачом габлачом горган который а я подумал ли какой горбачок который цср продал я как я уже говорил у каждого есть свой кумир каждый кем-то вдохновляется поэтому снова вопрос гитаристу топ-3 гитариста по твоему мнению я не скажу что я прям выделяю какие-то топ или еще что-нибудь перечисления отвечу что закрывают даймбэк даровый я думаю это достаточно так подожди они 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 просто настолько офигительные что они просто разделят вот эти вот топ-3 на двоих понял не тупой я до двух считать умею больше трех у меня проблем басист орган да топ-3 басиста путь будет рэкс браун пантера ли от хчп ну и жака пастури абсолютно конченый человек но классный что за человек я его лично не знаю позировка страшная барабанщик какие три самых лучших барабанщика по твоему мнению но не знаю на самом деле я не учу как кого зовут может я вообще изначально например вдохновлялся этим вибратор ванус это конечно да это я им ладно но изначально джон долмаян вот типа потому что система даунов моя любимая группа а вот второй ну наверно классика я у джои джордисон третье это вот барабанщик которому я пристроить за которого я пристрастился к супер тяжелой музыки это наверно евгений новиков вот на фразе пристрастился супер тяжелый я напрягся дергаться начал бы это это оргазм называется это помещение помещение так влияет вокалист вот три самых издательших вокалиста по твоему мнению так чтобы знаешь не доебаться и обосраться это вокалист группы периферии это спенсер сотела и во вторых это будет допустим вокалист группы ты срак дэнил томкинс ну и третье это самые безбашенные майк паттон принимается вопрос ко всем и опять выбор из двух еби меня в жопу блять умереть в моши или от кризиса идентичности чтобы это блять не значило первое второе первое умираем в нашим определенным расчет окончен кровь на сцене или выгорание в кровати выгорание в кровати это как блять когда тебя жарят в кровать понял да к чему все идет то есть кровь на сцене нет кровь на сцене это когда ударился и от тех хуярит фонтан и неважно откуда неважно чем главное чтобы чувствовалось головой от пол во время моша или лежать в объятиях депрессии первое если депрессия это волосатый мужик там иван василич депрессии да погода алматинская или погода сатанинская не дай боже алматинс то же самое а есть разница на у нас пидорская погода не сазанинская ну просто в преисподне чуть-чуть прохладнее чем у мать летом не фон чуть-чуть прохладно тебе брата ты сейчас преисподне назвал шумкент но если шинкенте все-таки прохладнее чем шинкенте хуже если сравнивать то там в одном из них нет а теперь ебать слушайте все вопрос всем опять всем если на ваш концерт приедут менты ваша реакция такие случаи реально были вы сколько уже год выступаете но короче не у нас но вот два года назад было была такая странная ситуация когда вот две женщины вышли прямо на танцпол и оттуда короче молодые пошли в морж там серку серку пет там всякую безобразию без аюби делать и там короче один чувак короче толкнул одну женщину и оттуда байкер пришел начал там разбираться там менты пришли вот эти полицейские потом там все стояли а потом этот гитарист арджин саня такой меня а вот короче это и затохи сучилась я такой вахуй стоит там эти эти стоят полицейские стоят тот меня вот так держит вот вот и за него произошло я такой состою такой немножко выпивший такой себя пришел с хуяль и ушел и все вопросов не было не было а спроса не выбрать будешь за то чтобы по факту тебя там чуть не сдал но он тоже бухой был в принципе я его следующий раз также сделал я слышал про другую историю с мусорами когда они когда короче приезжал к нам это трудой который big barrier tape он короче коммунист и читал рэп я не знаю на хуя и он короче оправдывал голодомор в казахстане ну и казахские националисты хотели прийти на его концерты наебенить его прям там а у короче мусора позвонил и мусора короче внутри дежурели чтобы его не наебенили он сам там наебенивался да на сцене вот насчет ваших будущих планы амбиций вы существуете как я уже не раз говорил как вы уже не раз говорили всего год будете развиваться дальше может соберете олимпийский да и все возможно бассейн да ну и не знаю что угодно бассейн с полными шлюхами или мужиками бля второй вариант заебись это уже не сказал желание было принимать так вот насчет олимпийского и вот распространение по всему миру вы хотели бы устроить концерт на западе и на западе казахстана блять нет него траву тогда тяжело у меня есть не западе то не сша где-нибудь там где-нибудь сша да да война прям знаешь такой да что то да вот в каком конкретно городе вы бы хотели устроить не главное чтобы на западе на западе да не важно какой города вам чтобы знаешь был дорогой народ который смотришь они просто друг друга хуярят там человек летит там лифчик летит на берлин были что самое забавное и такой стоишь и ты просто чтобы текст не забыть а там весь пиздец творится ну вот такой пиздец я думаю будет происходить именно на западе в сша но я не знаю где именно но там знаешь душой прям хочется это ощутить ну вот планах вот имеется допустим вас возьмем любой запад а вот запад именно сша вот запад вот там какой город вы взяли а какие там города ездят я себе боксары я любой город я не знаю но было бы забавно хоть хоть каком-то городе воскресенье не в нашем вот а американскую забавно будет все полоза я знаю что он самый главный чтобы у нас не отпиздили трансы и афроамериканцы ты так сказал официально не прилетела вот эти статейки не хотите в будущем собрать секту металлкорщиков это вот как знаешь коммунистическая партия в советском союзе так и у вас мы секта металлкорщиков смысле в будущем сейчас уже потихоньку туда принимается короче только альтушки с третьим размером все по-любому только так а если я надену парик и буду играть долбоебика я сойду за альтушки ну третьего размера у меня нет я очень многое можно дождаться лета и купить дыни тогда точно сойдет до шары для боулинга вебичу то есть меня принимаете конечно готов очко на лето вообще считаете себя достойным примером будущего поколения конечно нет это подводка к следующему вопросу вот время покажет вот как кого ваше пожелание подрастающему поколению не принимаете какашки проще хуем бить орехи чем учиться в политехе это уже не советов лучшей жопой тереть фары чем сидеть четыре пары не давайте серьезно не но если серьезно блять реально 7 класс переходите сразу блять решайте куда будете поступать это пиздец блять иначе будете башить на заводе как я блять в общем делайте то что нравится и никуда не переворачивайте и не гуляйте с теми кто всегда вас тянет вниз а вниз всегда как бы сказать всегда горячо а когда горячо это пиздец внизу мы вас ждем если че да на этом вопросы к сожалению закончились надеюсь подрастающее поколение посмотрит это интервью не дай бог не дай бог не дай бог я буду пиздить своего сына если он будет смотреть мои интервью вместо шкиби ди туалета хуйня смотреть будет пиздец ты че не смотришь? лучше пусть он смотрит нахуй шкиби ди туалеты ну или нет нет это я уже зажестил шкиби ди туалет это хуйня а на этом у нас все это была группа слэп со лонг это был ведущий нуржан сейчас меня будут пытать и насиловать за то что я вошел не туда следующее интервью выйдет не скоро я сделаю все я сделаю все только не выше только не в уши не в уши все все